Девушки отдыхают Всеми отринуты Но я, слепой, вижу то, что недоступно зрячим Что иногда судьбу нужно поторопить Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А теперь вперед И да настигнет день рока всех Кто встанет У нас на пути Да-да-да, друзья, сегодня у нас гайд на Террблейда К сожалению, в видосиках Близзарда Террблейд немного другой Нежели чем вот этот, который мы привыкли видеть в нашей дотке Вот этот няшный, обычный, не такой крутой, но не менее опасный на самом деле Ребят, поговорим о данном персонаже Поговорим о его истории И, в принципе, да настигнет тени рока всех, кто встанет у него на пути Террблейд Террблейд Родной брат-близнец антимага Родом из земельночных эльфов Увлекшись силой проклятых Он все дальше и дальше погружался в бездну И в результате вырастил ужасные крылья Которые и стали символом его разрыва с родным миром Обучившись искусству создания иллюзий и похищения душ Он смог превращаться во вселяющую ужас форму демона В этой форме он получает силу Благодаря которой может метать в противников сгустки энергии Со своими лунными клинками Террблейд тот, кого стоит избегать на поле боя Что ж, друзья, надеюсь вам понравилось такое небольшое вступление И начнем, пожалуй, уже у нас сам гайд на Террблейда В общем-то смотрите, интересуйтесь, учите и погнали Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Reflection Что делает у нас Reflection? Я вам сейчас расскажу Во-первых, это у нас создание иллюзий всех enemy оппонентов В радиусе 900, если мы видим в радиусе 900 своих enemy Делаем вот эту кнопочку Опа, создается иллюзия, которая не кликабельна Которая просто, ее нельзя убить и никак не сбросить Единственное, как можно сбросить, это якобы развеять диффузой Да, ага, сейчас Как мы на нее направим или... Я не понимаю Написано, можно развеять диффузой Понимаю, но если это, если понимаю, если это статус, да, его можно развеять Видите, это статус, значит, это можно развеять Соответственно, это первый способ, как избавиться от этой иллюзии Второй способ, это уйти в Invis Но в Invis, это иллюзия будет за нами идти И это есть такая тема, но бить нас не сможет, так как не будет у нее вижена Третья фишка, это Ignore, БКБшка Если вы неуязвимы к магиям, то, соответственно, эта иллюзия вас трогать и не будет Вот так вот Давайте разберем левелы прокачки, что у нас улучшается Смотрите, на первом левеле 40% демажа, 2,5 секунды длительности данной способности На втором левеле 60% демажа, длительность 3,5 секунды На третьем левеле 80% демажа, 4,5 секунды длительности И на четвертом левеле 100% демажей, 5,5 секунд длительности Ребят, есть еще несколько особенностей Данного спелла, это то, что этот спелл у нас следует у нашего энеми оппонента Какие-либо способности Или же просто, допустим, какие-то ауры Смотрите, мы сейчас докачаем нашу первую способность И, соответственно, смотрите, что будет происходить Чтобы длительность была подольше, чтобы мы поконкретнее рассмотрели Создаем Во-первых, у антимага, смотрите, орб эффект есть У антимага уходит мана от данной иллюзии Это прямая контра антимага Это очень жестко, это очень напрягающе И, но не только поэтому Еще, смотрите, мы берем керасу У нас есть кераса Смотрите, у меня минус 5 армора на главном терреблейде И тут Оп, армор выровнялся У антимага 10 армора появляется То есть, соответственно, иллюзия унаследовала Эту ауру и начала бить Во-первых, и больнее, и дает всем ауру Также это может быть радиенсы, шива Допустим, реген с меки То есть, кратковременный вот этот реген Который пассивно дается Это все будет также на нас накладываться Если мы в радиусе 900 зацепим кого-то с какой-то аурой То есть, понимаете, как это работает? Единственный минус, который мне не нравится в этом спелле Это то, что этот спелл дрочится, если нету вижена Нету вижена То есть, допустим, мы создаем вот эту способность И антимаг у нас куда-то убегает, допустим В лес, мансуя за деревьями То есть, он вот сюда забежит Иллюзия, если потерять даже на секундочку Этот вижен с антимага То, к сожалению, она начнет вот тут на месте дрочиться И все, и встанет просто и не понимает, что делать Вот есть такая тема И есть еще одна тема, что эта иллюзия у нас дает вижен Вижен подобный нашему антимагу То есть, соответственно, сколько у нас видит антимаг Столько и видит эта иллюзия То есть, это прикольно Допустим, если мы луну ночью возьмем Под первый спелл бафнем То мы ночью будем видеть так, как видим днем То есть, все мы знаем, что луны самый хороший обзор В принципе, ночью, ребят С помощью третьего спела Вот такие фишки по первому спеллу я вам, ребят, рассказал Запоминайте И, в принципе, все Погнали на второй спелл Итак, друзья, следующий спелл на нашем персонаже Это у нас создание иллюзий Иллюзий, которые у нас очень слабенькие На 85-й карте, к сожалению Они получают 425% урона То есть, если вы наносите ей этой иллюзии 100 демеджа, ей наносится 425 Это, конечно, очень много, ребят Это очень много, но Тут еще есть такой фикс Что эти иллюзии у нас еще и Помимо того, что они очень слабенькие Они на 85-й карте стали еще и Визуально отличимы То есть, соответственно Если Тираж Блэйд Энеми создает у нас иллюзию То ее видно Вот сейчас вы тут увидите Что ее полностью Отличить очень легко В принципе Ну и в принципе Так же все И как и было На 83-й карте У нас такие же иллюзии В принципе Наносят урон 30 на первом левеле процентов На втором 40 На третьем 50 На четвертом 60 То есть Две иллюзии, которые мы можем создать За все время Именно Калдауна Калдаун у нас, ребят 16 секунд А именно Мы можем в эти 16 секунд У нас, смотрите Одна иллюзия идет 32 секунды То есть, соответственно Мы можем за время За время вот этого Калдауна Создать себе Две иллюзии И с вот этими Двумя иллюзиями Именно двумя иллюзиями Будет наноситься У нас 120% Дэмэджа Нашего именно То есть, понимаете За 16 секунд Что живет еще Вот эта иллюзия Можно нанести Кому-то дэмэджа На 20% Больше Нежели чем Сами мы можем Не считая того Что эти еще иллюзии В принципе Адаптивные К нашей метаморфозе Ребят В принципе По данному Данному спеллу Я все рассказал Обычные иллюзии Которые, в принципе Видно Наносят дэмэдж Но очень много Получает Вот тут очень сильно Это пофикшено Поэтому страты Через радиенс К сожалению Тут не актуальны Го смотреть Метаморфозу Ребят Следующая способность На нашем персонаже Это метаморфоза Что дает нам Метаморфоза Сейчас я вам расскажу Первое Что нужно знать Это то Что метаморфоза Позволяет нам Стать Персонажам Дальнего боя А именно Рейндж Атаки у нас Становится 550 единиц Это первый момент Плюса Метаморфоза Ребят Второй момент Плюса Метаморфоза Это то Что наш Базовый Дэмэдж Будет Становиться Больше Зависимость Это уровня Прокачки Именно Базовый Дэмэдж Вот этот Базовый То есть Не плюсики Не плюс к дэмэджу Это с одной стороны Хорошо А с другой стороны Плохо Хорошо тем Что Ну блин Я не знаю Чем то хорошо Действительно Не знаю Мне просто не нравится Когда плюсики Ну и плохо тем Что можно перекрыть Базовый дэмэдж Аурой Венги Или аурой Питлорда В принципе И это в принципе Минус Это большой минус Но ничего страшного Смотрите В зависимости от уровня Прокачки Базовый урон у нас Улучшается Плюс увеличится длительность Смотрите На первом левеле Базовый урон улучшится На 20 единиц Плюс 40 секунд Длительность У нас будет Вся этой темы На втором левеле 40 Плюс 44 На третьем левеле 60 базового дэмэджа Плюс 48 секунд Длительность На четвертом левеле 80 базового дэмэджа И 52 секунды длительности Калдауница Метаморфоза На 140 секунд Поэтому Ну Ну, это реально очень много, но если так, в принципе, посчитать, 140 и 52 секунды, ну, получается, калдаун у нас примерно где-то еще минуту, минуту, да, ребят, минуту, ну, полторы минуты калдауна, еще не считая того, что мы бегали в метаморфозе, ну, в принципе, нормально. По монокосту у нас всегда 50 маны, и есть еще такие темы, что, в принципе, смотрите, у нас наша метаморфоза на 85-й карте имеет адаптивность к нашим иллюзиям, то есть, если мы взяли какую-то, допустим, руду иллюзий, или у нас есть манта заюзанная, или просто вот так вот иллюзии, мы нажимаем метаморфозу, и в радиусе 900 все наши иллюзии будут перевоплощаться под нашу форму. Соответственно, то есть, поняли, как это работает? Если в АОЕ 900 мы заходим к нашим иллюзиям, наши иллюзии получают бонус-дэмэдж, и, соответственно, также становятся сильнее, и начинают, соответственно, сильнее бить, и также превращаются в ранжевика. Ребят, это такой небольшой и фикс, и не фикс, я считаю, потому что, как раньше на 83-й карте, допустим, зашли вы такие на хайграунд к эннему, оставили своих иллюзий с метаморфозой, и они долбят, а вы раз, у вас форма кончается, вы побежали по своим делам, а у вас иллюзии в рейнже, и долбят очень сильно. Да, это минус, но, если посмотреть на это с другой стороны, у вас метаморфоза в кд, вы создаете себе иллюзию, одну иллюзию создали, вторую, подобрали еще вот тут где-то руну иллюзий, и манту еще завязали, но у вас еще колдаун метаморфоза, а как у вас метаморфоза? Через 5 секунд от кд шлась, вы нажимаете форму, у вас все иллюзии поднимаются и сразу становятся сильными, то есть я считаю, что это даже намного лучше, чем было раньше. Ребят, ну вот такая вот тема сочетается, в принципе, с любыми иллюзиями, ну и, соответственно, единственный микромомент, который может быть сильнейшим минусом данной метаморфозы, это то, что она у нас отнимает 25 момент спида, ребят. Это действительно не, как бы, неприятно, это очень сильно, если честно, заметно, вот допустим, я когда писал геймплей, это довольно-таки заметно, что момент спида у нас немного становится меньше, когда мы юзаем, юзаем у нас вот эту вот форму. Ребят, также стоит помнить, что если мы уже нажали эту форму, ее не сбросить, в принципе, ее нельзя отменить, то есть как, ну если мы, допустим, нажали уже кнопку, то мы уже никак, в принципе, не отменим, мы уже будем бегать в метаморфозе. Ну а если мы умрем с аегисом, будучи имея форму, то мы риснемся уже обычным, и, к сожалению, аегис именно поэтому, как бы, ну, не очень брать, то есть когда вы в форме, и умирать в форме, и потом рисаться без формы, это, конечно, такое. Такое, в общем, по метаморфозе вроде я рассказал вам все, и, ну, в принципе, такой маленький бонус, это то, что все мы знаем, что Тержи Блейд у нас оставляет следы огненные, но в метаморфозе эти следы, смотрите, они тоже есть, но написано, что их якобы не должно быть, якобы не должно быть, ну, я не знаю, это вот такая вот небольшая замечаловка, но, по-моему, их, смотрите, их становится немного пореже, пореже, но это чисто уже бред, бред, ребят. В общем, по метаморфозе все, и, что еще хотелось добавить? Так, все уже. Погнали смотреть ультимативно. Ультимейт тоже очень классный у Тержи Блейда, потому что позволяет нам дольше жить и, в принципе, менять немного геймплей в свою сторону. Ультимейт на нашем персонаже называется Сандер, позволяющий нам махаться хитпоинтами с нашими оппонентами или с нашей же иллюзией, или, в принципе, вообще, ну, с тиммейтом, то есть со всеми героями на карте и со всеми иллюзиями мы можем махаться хитпоинтами. Рейндж у нас на 85-й карте повышенный, поэтому это некоторые ребята забывают и, соответственно, мы спокойно можем подбежать, махнуться хитпоинтами. Это направленная способность и, в принципе, вот такая вот у нас тема по ультимейту. Наш ультимейт имеет порог хитпоинтов, то есть 25% хитпоинтов, то есть, допустим, если у уэйнами 25% хитпоинтов и у вас 25% хитпоинтов, если вы махнетесь, ничего как бы не получится с этого свапа хитпоинтов. Вообще, в принципе, как это работает? Так, смотрите, допустим, у Найкса сейчас нету хп, я могу забрать его эти хп и дать ему свои. Как это будет происходить? Вот так вот, смотрите, мы поменялись здоровьем, поменялись, но это также работает и в обратную сторону, то есть, допустим, если у меня не будет хитпоинтов, допустим, у меня не будет хитпоинтов, я подбегаю к эннему и меняю с ним здоровьем. У него никогда не останется здоровья меньше, чем 25%, это единственное условие моего ультимейта, то есть, не важно, сколько там хп, 5000, 100000, если у меня лоу хп, допустим, процентов 10, у него всегда, у эннему останется 25% хитпоинтов от максимального здоровья. Очень такой прикольный ультимейт, улучшаются у нас именно калдауны с уровнями прокачки. На первом левеле у нас кд 120, на втором 80, на третьем 40 секунд. Ультимейт, если честно, очень классный и, кстати, он тут очень сильно апнут. Апнут, во-первых, рейнджой, во-вторых, что мы можем позволить себе, смотрите, мы сейчас что сделаем. Смотрите, сейчас продамажим Тирреблейда. Допустим, вот все, продамажили. Допустим, подхилим. Все мы знаем, что под ультом аппарата хилиться нельзя. Вот мы навешиваем культ аппарата, видите, хила нет. Но, если мы махнемся здоровьем, в 83-й карте такой бы темы не произошло. Тирреблейд ни в коем случае бы не поменялся хитпоинтами. Это один из фиксов. Один из лучших фиксов. Но тут есть же также и плохая сторона данного ультимейта. Как видите, есть у нас у персонажа тут линка и, к сожалению, линка у нас блочат все переливания хитпоинтов. Все переливания хитпоинтов и это тоже такой фикс на 85-й карте и об этом нужно знать. Смотрите, мы попытались ультануть и, к сожалению, ультанули в линку и ничего не произошло. Вот такая вот у нас особенность нашего ультимейта. В принципе, вроде по ультимейту все и по монокостам. По монокостам у нас написано, что на 25-м левеле, на 3-м левеле прокачки у нас монокост будет составлять 0. Смотрите, на 2-м у нас 100 и на 3-м у нас монокоста просто нет. То есть мы просто без маны можем спокойно махаться хитпоинтами. Вот так вот, ребята, это, в принципе, работает. Что ж, ребят, по данному персонажу мы поговорили, в принципе, и я считаю, что более чем адекватно вам все объяснил, рассказал. И давайте же посмотрим, так сказать, геймплей на данном персонаже на 85-й карте. Что ж, погнали, ребят. Так. Что ж, ребят, поехали эту игру. Ну, исходя из того, что Тиррор Блейд в этой карте, ну, немного другой. Я бы сказал, что он тут, в принципе, апнутый, нежели чем урезанный. И поэтому будем играть немного не по стандартам. Тиррор Блейд будет у нас роумящий. Роумящий. И сейчас, скорее всего, будем тут файтиться. Г. Да, идем. Идем файтиться, ребят. Ну, я считаю, тут, в принципе, изи будет. Будет изи. Эх, сразу колбу. Эх, как он отрезал. Вы просто посмотрите, какой задрот. Ой-ой-ой. Ребят, ну... Опа. Не отрезал. Не отрезал. Ребят, Тиррор Блейд. Очень сильный персонаж в плане того, что... Вначале можно делать такие фишки, позволяющие... Сколько маны там? Ладно, он уже ушел. Позволяющий делать чудеса на данном персонаже. Поэтому мы будем, конечно же, роумить. Пойдем внизу стоять. Будем немного подфармливать крипов и уходить в роумы. Ну, не знаю. В этой карте, в принципе, можно и фармить. Но, как вы знаете, 85-я карта, это карта не для фарма. Соответственно, я играю своеобразно на данном персонаже. А именно, вот как вы сейчас видели. Примерно это прокатывает, в принципе, на изи. И, я думаю, будут некоторые ребята практиковать. Но тут я это делаю, в принципе, на опыте. То есть, все ганги проходят у меня на опыте. Все ганги на опыте, как бы и тому подобное. Так. Вот тут у нас ЕС приходит. ЕС приходит. Не трогал, когда я добиваю. Пишет парнишка. Не парься, я сейчас сделаю фейзы и буду от метаморфозы играть. Просто даже не переживай. В принципе, этот персонаж очень даже классный. Я бы сказал, вы просто... Ну, я не знаю, я кайфую с его звуков ласт хита. Это... Послушайте. Просто вот я помолчу. Некоторое время мне для видоса. Как раз таки надо, это по кайфу. Вы трогали скрыли. Ты уйд… ik… Продолжение следует... 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 Эх. Хорошо. Пытался парень немного обмануть, но мы тоже не пальцем деланы. Тоже не пальцем деланы. Голтавр. Это же мяско. Это же мяско. Понимаю. От такого Тиршблэйда они, наверное, в шоке. Первый раз видят. Можно еще, ребят, брать орбу. Раз мы роумим орба, будет очень хорошо заходить. Орба. Очень хорошо будет заходить. Надеюсь, там ЕСа никакого не будет. ЕС на низу. Сейчас мы попробуем план Капкан сделать. План Капкан. А, сейчас время. Монетки. Монетки, монетки, монетки собираются. Я слабый, не смерть. Это все? Так. Хорошо. Хорошо. Ну, надо реализовать свою ультимативную. Это хорошо. 25% оставляем. 25% хитпоинтов. Этого хватит, чтобы... Так, ну... Долго-долго стоим АФК, ребят. Надо все-таки пробежаться. Монетка лежит. Ну, он в лес просто ушел, парень. В лес просто ушел. Так, фейзы почти есть. Мне главное для стрейфа фейзы, чтобы были все. Чтобы крипы не заластхитили, тут надо подзаластхитить. По-любому. Хватит. Чуть остается нам до... Лотара, но тут опасно. ЦМ-ки нету. У меня одной колбы хватит. Надо делать тп на базу, ребят. Тп на базу. Есть у нас лотар. Посмотрите просто, какие слоты на седьмой мете. На минуте я себе на гангл. Сейчас пойдем на топ. И так и будем ломать всю эту игру в принципе. Ну, те же блэд, просто я не знаю. Я в свое время помню, когда был у него первый спелл, как он сейчас есть. Второй спелл у него был фарм спелл. А именно, был у него хопериген плюс атак спид. Но ультимативно метаморфозис у него был немного другой. У него был метаморфозис плюс две иллюзии сразу. И, соответственно... Итаморфозис был у него такой. Две иллюзии и плюс мета сама. Но прикольный ультимейт был тоже. Ультимейт метаморфозы прикольные были. Но иллюзии были очень слабы. Но в принципе эти иллюзии ничем не отличаются от иллюзий, которые сейчас здесь в этой игре. В принципе-то... Так, ну, надо забрать, но аккуратно. Так, стрейф надо срочно. Хорошо. Фри галдишко, так сказать. Галдишко-золотишко. И дальше что? Дальше просто ромим гангаем так же. И в принципе... Есть шанс нас выфармить. Так, гау на низ. Есть лотар, ребят. Через помощь лотара можем спокойно... Ох, нет, не спокойно. Две стиманы. Чуть-чуть не хватает. Ой-ой-ой, синтричок тут стоит. А я тут без хп бегаю. Кукусики. Химоз. Я должен убивать ее тут. Хорошо и убегать. И убегать. У меня фейзы. Все такое. Могу побайтить еще. Побайтить могу еще. Все. Больше байтить нельзя. Хп не позволяет. Пожалуй, возьмем себе аквилу, чтобы... У панды там тоже лотар. Возьмем аквилу для регена. Или в принципе... 600 хп. Найс, роумер, да? Можно взять аквилу. Можно взять стик. Чисто выйти от такого боевого. Сейчас тб немного. Коу так и сделаем. Просто я обычно с кади тупо рашить начинаю и все. Обычно тупо начинаешь с кади рашить и все. И все. И тогда все огонек. Так, немножко хитпойнты себе подняли. Скоро будет метаморфозис. Можно душить. Можно будет душить, ребят. Делаем тп. Но там сентри. Это нужно знать. Это нужно знать. Это нужно знать. Я сейчас запушу. Очень хороший этот персонаж пушер. В 83-й карте разница между этим террорблейдом и террорблейдом. Тиррорблейдом в 83-й карте. Очень большая, ребят. Такое. Нужно об этом помнить. Так, вижен, вижен. Пахнет. Пахнет. Эх, ну. Не стоило, мне кажется. Не стоило. Ну, ладно. Ничего страшного. Не стоило. Можно пробежаться в ультимативной. О, вот оно. Все. Две тычки, пацану. Иди сюда. Да. У меня. Голем этот убьют. На изи, в принципе. Все. Хорошо. Там химос бегает. Боже. И у меня очень сильно метаморфоза урезает, конечно. Мовмен спит. Такое. Арканы бутс. Мне не надо. Я ухожу. Выформить яшку можно еще, в принципе. Будет по кайфу. Пока у нас метаморфоза, чтобы не прогуливать фарм. А я метаморфозу зажег. Можно. Ой-ой-ой. Там армлет мастер. Вы посмотрите. А там армлет башер. Понимаю. Кстати, очень большое замечание, ребят, по поводу 85-й карты. Как видите, лотар у меня сейчас не сбился после выхода с метаморфоза. Это классно. Это классно. Слишком. Слишком опасно. Опасно, Вася. Опасно? Давай, иди сюда. Заберем его и пойдем уже на базу. Хорошо. Хорошо. Отлично. Возвращаемся на Б, на исходную. И, в принципе, далее по дальнейшим айтемам попробуем сделать Яшу. Либо уже тупо в скаде. Потому что, ну, роум роумом. То есть, рано или поздно роум закончится. Посмотрите, у меня 42 крипов всего. В принципе, это очень мало. Но этого достаточно, чтобы иметь такие хорошие слоты, как у меня сейчас есть. Поэтому, ребят, как бы, делаю такое. Так, раз, два, три. Это морфозис. 25 секунд. Ну, главное, чтобы ультимативная была. Главное, чтобы была ультимативная. Химик. Химик. Мортретка лоха по уэтам. Ну, как лоха поэтам. Там еще армалет. Не стыд забывать. Что там еще армалет. Гоу иллюзия. Чуть потанчим. И подфармим. Подфармим. Ультимативная. Для калдаунов. Почему нет? Почти в раз калдаун. Улучшается. Оу. Гоу. Почему нет? Дагон. Серьезно? Дагон. Не попадаю по ней. Просто не попадаю. Но это мортретка. Иллидан где-то здесь, а это мортретка. Когда шо ж такое? Так, ну с Рики махаться хп надо. Очень больно. Очень больно. Очень больно. Гоняет меня голем. Просто гоняет. Просто гоняет. Если не попадет фиссурой, хорошо. Отлично. Страсти-то какие от големов бегать. Просто расчет холодный. Есть. Просто посмотрите. Три фаст финиша. Сразу. Понимают, ребята, что тут гг. Просто гг. Такая, можно сказать, 15-ти минуточка, походу, будет, да? Чисто за Роумил. За Роумилю, можно сказать. Но, наверное, скатка может получше будет. Тупо фармить на этом персонаже вообще мне не кайф. Мне по кайфу вот тупо бегать, убивать, что-то такое делать. Это вообще по кайфу. Они еще камбэк, вот это, тут фаст финиш, че рано писать, на самом деле. Тут пока я рэмпэйдж не сделаю, они как-то будут играть, че. Тут у нас еще и команда стилеров, и стоит забывать. Но Сларк, Фидит, все равно 5-5. Че за раки? Сларк пишет, причем, понимаете, Сларк пишет, че за раки. Это сам Фидит. Надо пару моментиков еще для мувика сделать, типа там, Тиро Блейд бежит, такой там, полез, там, красиво все так. Почему нет? Почему нет, если да? Почему нет, если да? Так, ну, есть почти у нас иллюзии. Так сказать, хотел в макс, но до максимума тут еще рано, конечно. Но тоже пренебрегать иллюзиями тоже не стоит, все же, какой-никакой, но урон идет от них, плюс это мяско. Смотря на то, что они очень ватные, иллюзии на 85-й карте вообще просто отбитые, очень ватные. И, соответственно, Вижен, как вы знаете, да, дает, типа. И, соответственно, это, как бы, ну, вроде хорошо, Влади, плохо. Хорошо, Влади, плохо. Ну, иллюзии вроде хорошие, но в то же время плохие. Все же они адаптивные, так сказать. Адаптивные иллюзии, но все равно. Ломаем тавер до конца, до последнего, так сказать. Ломаем до последнего. Так, ладно. Гоу, вот так вот сделаем. Типа, вот так вот. Бежит, бежит вот так вот, отлично. Для мувиков, для мувиков. Отлично. Хорошо. Монетка, отлично. Звучит отлично, монетка. Звучит отлично. Так, голем закидывается у нас туда. Ест должен закрывать фиссурой. Умирает у нас на Уэлсеру. Но, ребят, ну, надо пойти подраться. С Ларком просто таверных. Жирная дурочка. Махаемся с иллюзией, хиппоинтами. Хорошо. Ох, видно, видно, видно. А как так? А как так? А как так? Печалька. Хорошо. Хорошо. А чё ж он колбу-то не выкинул у нас? Свою. Так сказать, просто как аж 2-го. Это было бы. Не знаю, опасно. Там лупит, это... Я всё равно победил. Хорошо. Гоу, у нас есть Скади, в принципе. Это радует. Это радует. Хорошо. Есть Скади, можно, так сказать, играть. Было бы маном, мог бы, в принципе, я на базу не уходить. Можно было бы, в принципе, лесочек чуть погонять. Сандеры побежали, в принципе. Разницы нет. Отлично. Отлично. Ребят, сборки можно делать по-разному. Можно фановые. Вот эта сборка более серьёзная. Ну, в смысле, более серьёзная. Это серьёзная сборка для данного персонажа. Через Скади, Лотар. Это... Лотар, это вам тоже не хухры-мухры. Это реально серьёзная сборка. На самом деле. Сейчас мы немного зарегенимся и пойдём душить дальше. Я не знаю тут... Просто, чтобы вы понимали, Лотар всё же такой вроде предмет, но этот предмет очень хорош. То есть, несмотря на то, что у нас тут инвизор есть, я собрал. Причём собрал на седьмой минуте. И, соответственно, на данного персонажа Лотар кайфули. Кайфули и я просто... Можно даггер купить. В принципе, разницы нет. Ребят, как вы хотите, так и, в принципе, играйте на данном персонаже. Но на 85-й карте вот именно вот я вот так вот его делаю. Вот так вот я его делаю, этого персонажа. На 85-й карте. Потому что тут персонаж, он отличается от геймплея. 83-й карты. Как вы знаете, в 83-й карте просто персонаж берёт, собирает радианс. И там иллюзии просто овержирные. То есть, ты берёшь и ломаешь. Но тут вот, видите, как бы немного другой геймплей. Поэтому... Да как сказать, немного другой. Тут геймплей совсем другой. Как видите, я вышел по Роуму. Ребят, там смотрите, какой файт идёт. Вот сюда Вард, к нём. Не знаю, стоит ли... Можно подняться на рампу, в принципе. Погоняем, так сказать. Так сказать, погоняем Лысого на рампе. Хорошо. Там с энтри не стоит забывать. Всё, надо уходить. Писура отогнали нас. Всё, уходим. Немного погоняли рампу, ничего страшного. Пацанам, чтобы сильно не расслабляться. Чтобы пацаны сильно не расслаблялись. Радиенцию химик. Всё, нужно уйти. Добить ещё крипчика и уйти точно. ЦМ-ка тут, даггер, БКБ почти. Да, опасненько. Опасненько выглядит это. Ну, БКБ, в принципе, next item. Либо... Не хватает нам немного атак спида, если честно, ребят. Даже не немного. Яшка решает эти вопросы. Давайте купим Яшку. Выйдем в манту, в принципе. Манта это классно. И, ребят, Сию с Лотаром, напоминаю. То есть, Лотар мы всегда можем апнуть в Сильвер. Сильвер Эйдж это Саша плюс Лотар. Соответственно... Вэл идёт. А чё он хочет? Саша плюс... Саша плюс Лотар это круто. Это круто, потому что это можно сделать ещё к этому манту. И, в принципе, мы ничего не теряем. У нас такие же бонусы, в принципе. И это кайфы. Это кайфы. Ребята, они там камбетчат, между прочим. Камбетчат, между прочим. А мы снесём Тауэр и уйдём. Вот этот барак Гоут. Хорошо. Яшка идёт, пока иллюзии работают, так сказать. Но мы не будем там суицидить тебя барак. Соберём пару крипов. И всё. Если сейчас пойдёт дальше Химик, то можно... Можно быкануть, так сказать. Быкануть. О, это аморфозис сейчас будет. Можно быкануть. Есть такая особенность, да, что не сбивает. Но мне тут ГГ походу. Опа. Эх, фижин даёт. Печалька. Ну, ещё есть шанс. Эх, центрячки. Печалька. Печалька. Ну, Мартретка делает своё дело. Делает. Молодцы. Молодцы. Так, Еса забрали. Заберут ли Мартретку? Шансов у меня тут, если честно, было маловато выживать. Но я пытался жить как можно сильнее. Ну, если б я видел, что там... Хотя, в принципе, разницы-то нет. Разницы-то нет, ребят. Манта. Манта решит такие вопросы. Манта, МКБ, БКБ и ПГ. Сентрячок тут где-то ткнули. Уже там тяжело было выходить, так сказать, под сейв. Ну, так сказать, быканул, но быканул плохо. Да, Рики с Дагоном это, конечно, прикольно выглядит. Ну, Мартретку тяжело на Тирблэйде, ребят, убивать. Промах всё же очень сильно досаждает. Ну, где-то Иллидан где-то здесь. Ирония. Ирония. Обитает в облаках. Обитает в облаках. Сейчас мы немного соберёмся. Внизу также будем стоять. Вартретки есть. Даже возьмём, наверное, сентрячок ещё один обсервит. Тут, в принципе, по 3 минуты остаётся. До 2,5 минутки ещё остаётся. И... Не. Не берём всё же. Химик. Фрифраг. Есть ультимативная. Отлично. Сдаём одну иллюзию и пенетрируем дальше тут. Яшка очень хорошо помогает. Посмотрите, как Яша нам помогла просто поднять процентовочку атак спида. Просто это вообще по кайфу. По кайфу. По кайфу просто. Кстати, у ЕС это даггер, да? Хорошо. Продолжаем. Берём рейс и пиманты. Гоу. По боту. Смотрю, что ребята там на топе. Нет, всё же. Так вот сделаем. Сюда. Хорошо. Суицидима барак, но тут заберём просто изи. Я так думаю. Хорошо. Отправляем одну по низу. Такой сейчас сменим немного геймплей. Войдём немного в раж 83-й карты, потому что... Так сказать, такой Тержер Блейд... Не будем суицидить иллюзию. Так сказать, вспомним карту 83, потому что нужно держать линию здесь примерно где-то, выходить в такой подпуш. Манту сделали. Рэкс там БКБ, МКБ и в принципе тут гг. Мартредку перекрывать надо чем-то и всё. Мартредку чем-то перекрывать и всё. Хорошо. Суицидима барак. На топе два игрока тут в принципе есть. Так вот. Колбы там, всё такое дело. А мы тут загрызём просто. Всё, загрызли. Загрызли, так сказать. Ну, нет смысла этот барак бить, он регенится. Эй, не мешай! А, крыса чисто. Фу, нечестно сделали. Нечестно ребята поступили. Видели? Там ПВП-шка намечалась. О, Мартредки с этим. У Мартредки с... Какого там? С Рикимару. Боже, какой же лёгкий фраг. Я не знаю. Гоу, быстренько понизу. Очень лёгкий фраг, алхимик. Вижу алхимика, не вижу смысла для переживаний. Вот так вот резко, 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 резко. Надо допушить. Там барак, в принципе, сейчас сломаем и всё. И перетянемся уже ближе к другим линиям. Куру слили, блин. Я так и не довёл, забыл про неё. Вроде через шифта. Вёл, но всё равно. Давай, 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 давай. Хорошо. Допушили ботом. Жаль, варды не поставлю. Жаль, варды не поставлю. Центрички стоят. Ну, я здесь под опсом зашёл в лотар. Под опсом зашёл в лотар. Естественно, ЕС поймёт, поймёт эту контору. Поймёт эту контору и убежит. Так, ребят. Продолжаем. Так сказать, фармить. Ребят, очень многие спрашивают, кто такой роумер. Вот конкретно. Я в этой игре сыграл как роумер. Я от метаморфозы, от своего основного спела уходил в какие-то места, куда-то кого-то попытаться убивать. И, как видите, нароумил на седьмой минуте фазы плюс лотар. Это круто. Это круто, фаза лотар. Не знаю, стоит ли делать сейчас БКБ или сделать МКБ. Мне кажется, МКБ должно хватить просто. Жаль, что я варды засуицидил. Очень жаль. Гварды засуицидил. Это очень плохо. Миди файт какой-то. Пацана овня там. Эти там все, я тебе Рикимару, я тебе выиграю, ты нет, я тебе не выиграю, говорит. Понимаю, ребятки там. Или БКБ сделать. В принципе, с БКБ я буду вообще никого не чувствует там. Какая бы стадия игры не была. Но Мартретка, конечно, будет напрягать. Мартретка будет напрягать. Но мы сейчас пользуемся именно стратой 83-й карты. Именно Тержблэйдом таким подпушерским. Потому что все равно в любом случае иллюзии дают очень много урона. Это, в принципе, ребят, все знают. То есть, как бы говорить, что это непрофитно тоже, в принципе, отправлять их иллюзии на такие, на файты вот эти. То это, как бы, ну, глупо. Глупо. То есть, иллюзию отправляешь, как бы, чилиш. Отправляешь чилиш. На 83-й карте Радиенс, там, туда-сюда. А тут, видите, тут как-то в Сларк. Центрички стоят. Ага. Вижен, я вижу. Вижу, вижу, вижу. Весь по центре. Го, ребят, подеремся немного. Фидит, фидит, пацаны. Кираса покупается. Кираса покупается. А тут Вижен стоит. Это все знают. Вижен стоит. Хорошо. Вот так надо обязательно в артретке написать. Вот так вот. Типа изи, типа легко. Не успевал. Да, там чуть-чуть, ребята, не успевали. Но у них ботом подпушен. Сейчас, в принципе, можно идти Рошана забирать с помощью иллюзий. Я думаю, это будет изи. Сейчас продадим. Продадим этот. А, ну, с помощью, не иллюзий, сейчас с помощью этого заберем панды. Так, риснулся у нас, да? Роша, хорошо. Гоу. Иллюзии оставляем нас в треме. Если я возьму, будет, конечно, хорошо. Но, как бы, в принципе, не знаю. Странно, панда с промахом, с фулл промахом хапает. Такое. Такое. Ладно, дает мне. Хорошо. Раз, два, вот так вот. Сек. Все. Хорошо. С такими затарами пойдем. Сейчас будет какой-то прекрасный файт. Я не знаю. Попробуем сделать, конечно, рэмпэдж. Попробуем подстиливать. Сильно не будем. Ждем куру, куру. Куру ждем. Го мид. Там кэдэ. Все. Вот так вот. Гоу. Ждем куручку. Смотрите, просто затар. Курьера. 3 джавелина. Ребят, на самом деле, я мог бы игру раньше, в принципе, закончить. Я просто, ну, для гайда, соответственно, 15-ти минуточка такой. Они на 15-й написали там фастфиниши. То есть, как бы, ну, как минимум. Так, гвардиков, к сожалению. Риакуру. Гвардиков, к сожалению, не дождешься тут. Ладно, сделаем так. Хотя бы химику. Отойти. Очень мало хп остается. Вот так вот сделаем. Ооо, мартербетка. Мартербетка. Пойдет. ЦМ. Ой, мартербетка там лохп. Жнем. Пойдет так. Трип куку. Жалко, что сейчас буду не в мете. Конечно, жалко. Манту не жал. Просто хп не было там иллюзий. Смысл от этих иллюзий. Слишком ватный. Мартербетку убили, главное. Так, ультимативное. 20 секунд. Побежали на топ. Есть все кнопки. Есть все кнопки. Ну, тут можно будет сейчас манту завязать. И все. И пушим. Нам ничего не страшно. И пушим. Нам ничего не страшно. Все, уходим. Отлично. БКБ, в принципе, last more item. И тут можно ремпейдж делать. Так, ну, просаживаемся хитпоинт и делаем вид, что мы дурочки. Конечно, и если убить надо будет. Есть? Вижен. Есть, вижен, да? Хорошо, уходим. Радиенс плюс стычки варлока. Ну, как вы знаете, да, как уже говорил, что берет некоторые фишки наш рефлекшн. Просто радиенс в том числе. Это по кайфу, конечно. Сюда. Есть, в принципе, у нас ультимативная. Можно будет сейчас фишки с ультой сделать. Гоу. Завардимся. Завардимся. Эээ, кто-то вард забрал. Кто-то вард забрал. Где они мои? Взрывается вахимослами. Так, гоу. Гоу куда-нибудь. Это все? Ты стараешься мне сказать? Сейчас поставим. Я blind, не死. Хорошо. Гоу. Я сейчас за вардим, за этот вардим. Эх, ну и вард сбивать, походу. Да нет, не сбивает. Отойти. Тоже поставь, пожалуйста. Это все? Ну вот ты ж проиграешь мне. Ты же мне тут проиграешь. Гоу, латар зашли, побежали на хайграунд. Побежали, есть сантрички, да, она увидит меня тут всю эту контору. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Жалко, но ультимативной нету, лучше сильно не наглеть. Лучше сильно не наглеть. Сейчас ульты есть уже, хорошо. Хорошо. ГГ. Такая карточка, в принципе, ребят, на Terrorblade, но пойду еще одну, наверное, так же. Засолирую. В принципе. Думаю, вам интересно. Смотреть на геймплей, геймплей данного персонажа в моих руках просто. Я не знаю, я люблю этого персонажа. Один из таких персонажей, который, который реально, ну, мне очень нравится. И дай гон такой, ох, 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 ох. Вот такая карточка, ребят. Еще one more time, one more time, как говорится. Go. Так, опять мы попадаемся за Скоржей. Ну, такое, на самом деле. Опять, конечно, пойдем на ботом. Я не знаю, на ботом и мне приятнее всего стоять на данном персонаже, потому что есть выход и в лес сразу. И... Ну, тут не такой лес, конечно. Тут за Скоржей мне совсем не нравится лес. Совсем не нравится лес, ребят. Так. Мортобой. Дрэгон. Ну, взяли у нас опять алхимика. Придется опять заромить алхимика. Не знаю, люблю ромить алхимика, потому что нету армора и, в принципе, в спину заходишь и ггвп. Главное, на руне сейчас, в принципе, пофайтится, чтобы все было хорошо. И все. На руне пофайтится. ЕС там хорошо закрыл, просто сразу фп не взяли. Сейчас. Ну, подождем чуть-чуть до пика и денежки терять не будем. Возьмем сразу тире блейда. Ну, и пойдем, как обычно, через сапог и метаморфозы, соответственно, пойдем на руну пофайтится. Свена берут. Свена берут. Свена берут. Все, 10 секунд. Пять секунд. Все, я понял. Берем. 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 Войда взяли, да, у нас? Войда. Леорика. Ребят. Напоминаю, что не стоит копировать мои затары. Именно. Я могу себе позволить делать такие затары на опыте. То есть, соответственно, либо же вот именно роумерский, я делаю роумерский затар. Можете это повторить, в принципе, да. Но, если у вас не будет получаться так, как у меня, то вас будут просто клевать и хейтить все игры. Гоу. То есть, если вы скажете вот так вот, тире блейд, сапог, хилочка, это, то есть, норма. Ну, это, это норма именно, если вы идете в роум. То есть, если вы идете не в фарм. Для кого-то это будет ново, что, о, тире блейд сапогом, да ты дно. Но, ребят, то есть, ну, будьте готовы к тому, что вас будут хейтить. Вас будут хейтить, если вы будете собираться так, как это буду делать я. Потому что я собираюсь именно так. Потому что... Потому что я считаю нужным так собираться. Так, ребят, ну, опасно, на самом деле. Гоу, все равно. Пойдем. Пойдем. Монетку я не возьму. Эх, и не я ФБ взял. Закрываем. Телом. Я монетку не взял, к сожалению. Ой, хорош стан на развороте. Хорош. Монетку взял, к сожалению. 140 маны там надо, пацану. Боже, как же я дамажу. Эх, ну я не добью тут. Я тут не добью. Хорош. Хорош. Ну, просто хорош на Свене. Красава. Наруну не смог направить, не стал уже там вертеть камеру, не стал АПМить. Просто не стал АПМить уже. Так, ну не переагривается, да? Как обычно. Так, понял. Размен хитпоинтами. Агоу, размен жизнями, бро. Что это все? А, ну Свен за власть хитпить хотел. Это видно, он не бил. Я бы забрал бы там. Печалька. За власть хитпить хотят. Забрал таки все равно его, да? Нет, не забрал. Не собрал. Хитрюга на Свене, конечно. Хитрюга. Так, ну тычкуется, тычкуется. Сейчас, как обычно, фазы. Так, отвали от меня. Придется хилочку юзать. Да. Хилочку. Хилочку юзаем. Чтобы все было гуд. Буду в крайний момент только вязать. Такой вот хотя бы. Я не знаю. Я не знаю. Тяжелая line. Тяжелая line. Из фазы. Хорошо. Есть мана, нет ману. Баш. Такой баш просто понимающий. Мансонем. Я тут умру. Пробуем раздамажить. Фазы. Эх. Эх, жалко. Жалко. И Роум. И Роум я свой прогулял сейчас. Не знаю, на фазах что-то я не так сильно страйфанулся от него. Но тут надо еще брать расчет, что метаморфоз забирает. Моумен спит. Но такой агрессивный. Метилайн уже. Свидели разочек. Жопка там у пацана подгорает. Я вас этого я в рот сделаю. Я вас в рот сделаю. Братан, ты помни по адресу. Гоу. 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 Догонялки играть. Орба есть. Можно поесть. Не-не, братан. Тут никак. Тут никак, братиш. Свин тоже такой прикольный стан откидывает. По кайфулем так сказать. Ща пойдем на мид. Пора. Пойдем на мид щас. Есть мана на стан что ли? Нет. Этого не стоило того. Надо в рома идти. Все, я ушел. Или нет? Убил он, да? Это непонятно там на самом деле. Так, ну первого с пола нету. Опа, а кто-то поделает? Фиолетовый снайпер. Що он тут забыл? Що наркоман что ли? Що наркоман что ли? Ну меты нету. Не хочу файтиться. Гоу. На центральном. Пора химика пороумить. Ребят, вообще не единого рома. У него там пятый левел уже. Лоу. Лоу. Почему у тебя же Блэйд спит? Почему до сих пор химик там бегает? Надеюсь тут нету варм. Тут по-моему вард есть. По-моему вард. Шестовый. Ооо, шестой левел. Все. Это все, ребят. Это все? День еще и прокастом не попадает. Ну вот это в принципе я боялся с этой темы, с ультимативной. Умрет все равно. Хорошо. Закинул Тинни таким. Ну видите, не пророумил я пацана. У него уже левел. Уже левел в принципе поднялся. Плохо. Плохо. Вот тут в райсбэнд. Надо брать. В принципе, если он сейчас придет, можно на характер. А, 2 секунды до ресса. Еще рано. Вот это вот заберем. Все, я ухожу. Я ухожу. Кого на тпшке прям. Вот этого пацана. Только добежать до него и все. Замедление будет. Свойну ману надо. Будет очень изи фражить. Фражили. Будем изи вообще убивать. Но тут нам нужна аквила. Видите, тут просто. Игра не такая. Не такой сильный буст, как с прошлой катки. Ребята сопротивляют. Соответственно, будем немного менять затар. Как нам нужно. Видите, у Войда тут эскейп есть на линии. То есть, ну, уже тяжелее так немного. А, так сказать, овнить. Кто хук шидет. Немного тяжелее овнить. Ой, какой хук. Вообще никуда. Вот этот хук называется в никуда. Абсолютно. Да, кстати, на пуджа надо гайдик сделать, ребят. Не стоит забывать, что гайды будут на всех героев. Так, на миде там убивают пацан. Гоу. Зайдем. А, там фулл хп уже. Фулл хп. Ладно, я пошел в лес. Я знаю, что вот сюда сейчас пойдет ли Орик. отойти ах как так то как так то на сарм летом тычку дал ну и минус 2 путь делает а тут стаки стаки ребят я не знаю сам про фейлил сейчас нету шестого левела вот шестым левелом вообще бессмертно можно было идти тупо и душить я очень много ошибок делаю в этой игре прям over много хп не не до расчеты такие есть слишком много принимая дэмэдж на себя так вот сейчас войну запулить во время 6 левел на 6 левелом можно бороться жалко жалко метаморфоз метаморфоз держал до последнего чтобы быть уже уверенным потом прыгивает стан от своей ночи поздний стан такой самом-то деле поздний стан можно сказать хорошо умрет же все равно 140 маны будет он там накопит сейчас понимаю боже понимая алхимик армлет а из пролагал спасибо обожаю это дело маны дал братом давай пласт хичу заслуженный фраг заслуженный фраг потому что дал ему ману дал ману все там все дела можно принципе его обмануть сейчас еще не есть 6 до можно на ультимативную обману хорошо по-моему очень далеко я бычу но есть хилочка хорошо обманочка так сказать сработало обман очка как сильно фарм поменялся да то есть тогда я на той минуте уже был две минуты как с лотаром а тут видите ну аквила 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 плюс вот только сейчас будет у меня какой-то предмет это также в лотар буду выходить почему нет через лотар и химик конечно молодец там стакает себе монетка на топе будет гвардик возьмем есть слотик хорошо дай ему прокаста приз ой 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 какой прокаст царский-то царский какой прокаст кидай меня меня кинь и меня тоже какой же фини у нас немного недалекий человечек сейчас страшно учат 21 на месте убегу-бегу-бегу-бегу а ну тут просто ганг-отряда так тут всех крипов надо забирать но этого просто уже по-таймингу или выхватываю пойдет в принципе главная химика как говорится убили тени конечно не то так то сколько там как говорил 9 секунд ребят засранцы хитрецы и не моргай урод молодец алхимик понимаешь там сказать понимающий алхимик но мы тут ганг-отрядами просто будем ходить сейчас завардим тут завардим возьмем лотар нам лотар уже должен быть но тут видите фрагов немного ой какой путь но крипа он хотел крипа видимо убить просто то есть не убьют не убьете вы его под ультимативного там армлет еще будет а колбу напрягает уже мнение ребят немножко товар по лупим кстати заберет заберем товар 42 демочек товара эх клиф нажали ладно гауна руну поставим сейчас вардик агрессивный восьмой левел у лёрика и поехали видите немного поинтереснее походу будет игра лейт-гейминг такой так сказать с веном будут сапа уйти вообще по-царскому было бы типа знаете сарканы такой знает у нас хуск просто посмотрите на наши пике с карпа бежал каусе товар поставим потом будем думать что дальше хорошо сейчас 200 монеток надо тп-шка 200 монеток химик радианс почти есть пармен парнишка пармен по чуть вот видите покупается изи этот армлет с армлетом уже намного проще загангать то есть уже персонаж становится другой совсем другой но даже если химик такой хороший то сразу видно то я думаю тут можно будет посмотреть на лейт-гейминг те же блейда он специально ультимейт не жмет парниша на это так ребят но там их трое я не знаю у меня не получится наверно получится наверно это есть махат с хп будет больно больно попадает попадает ничоси хорошо главное поваршот что поймать мне 200 хп ма ма хорошо ма моргат kill махаром понимаю пошли вот эти все разговоры волшебный кто там карма там химика могу тебе убивать только с помощью ультимативной в принципе и меты плюс 1 спал когда у него будет радианс принципе полегче вообще в принципе будет убивать он будет без хп у него еще нет радианса на базу сбегаем купим купить я что 1 тем я что нужно мобильность быстрый мобильный 49 секунд до ультиматива 40 и очень долго еще очень долго еще очень долго файты принципе часто этот stick можно сделать тут то есть вариативность уже совсем другая игра меняется игра менять в зависимости от того что делают противники как идет игра в принципе как бы нужно это все понимать ребят слушайте он может типа попытаться напасть на самом деле гау узкар оу не стоя фк братан я же уже в лотарь все есть радиенс я тут помогу ничем с ульты тут не сбивается уже с ульты тут не сбивается про яшку есть у меня щас ульт почти чурки стон с рунг подождем и погнали есть тут блин это с эскейпом виндран парниша есть у нас то игре было мартретка с процентов кай химик стопа не уходит смотрите ногу похопаем чуть на т.п. а там двоих т.п. т.п. он успеет забрать наверно успеть наверно забрать успевает хорошо смотри какой задрот под радиенсом переключает все хочет и забрать хорош просто молодец хорош под радиенсом просто переключает парниша я даже не ожидал что он так ну повезло парниша хорошо переключать это по уму они не убил понимаю молодец молодец печально выглядит конечно то есть это все очень печально я изи был уверен что его убью там извините там через армлет через орбу тут два момента армлет орба плюс я еще то что я бью то ладно армлет орба вот это конечно молодец стан будет хорош нет нехорош молодец ладно фармин дальше армлет дальше вар снять яшу хотя бы Хорош Сейчас там даггер уже будет Тогда мне уже будет очень плохо Ничего не нароумил я Все что было 7 ассистов Это у меня и все Больше ничего нет У меня просто 7 ассистов Тут важно тоже Фраг фрагом да Типа вроде ничего такого Фраг не досталось на 85 Тоже очень много решает Тоже очень много это решает тем Я его не убью Нету кнопок Нету кнопок Убивать его Что там за спам по карте Ужас Просто ужас что за спам Свен там Марк Свену Марк Что он видит что ли Их там 5 куда ты идешь Он не понимает видимо Пуджа гоним просто Сапог Так ребят Ну походу тут будет Лейтгейминг игра Против 4 коров Против алхимии Алхимик в принципе Не так страшен Не так страшен Алхимик все равно Свои слоты возьмет Ускар Ускар Хидреско Тут с хускаром Надо играть Яшку надо выформить Нету буста Сколько у меня Я помню стоп ассистер Не у нас Свен еще на ассистах Все есть Леорик армалет Варды ставит Смотрите Сентри Ну знаешь что тут Варды Узнаю лол Откуда 6 секунд Кто забрал руну Вот как так успевает Есть яшка Побежали Яшка Побежали Мне сразу стану Так Ну вот этого пацана Ну хоть так Ту сюда Пока д 8 секунд 6 6 Есть даггер Да есть Есть даггер Да я его не убью Блин тут команда Нужна Сбиваю А не сбил Даже ушел Ну тычку дал Все равно ушел Пацан Найс Хорошо Печалька Это же становится Проблемой Такой алхимик Становится уже проблемой Который начинает Делать правильные Мубы Правильно собираться Тут уже тяжелее Надо вардить Там ребята вардят Мне тут тяжело будет В той игре Хотя бы команда Что-то делала В этой игре Команда Не лучшая Нету у меня Первого Плюс Утимет Плюс Чтобы убивать Нету Просто Коу на Б Нужно все кнопки Нужно завардиться Я не знаю Все кнопки Плюс завардиться Ой Почти убивает Надо завардить Короче Ребят Два варда Есть Паки Придется Сейчас Варду ТП Сделаем на базу Пешком Пойдем с вардой Потому что Тяжело По другому Будет очень тяжело Это выигрывать Потому что Нужны варды Блин Находить снайпера Снайпера Хотя бы Снайпером Кормиться Войда Я не убью Леорика Я не убью Вендранку Я не убью Снайпер И алхимика Я тоже не могу Убивать уже То есть алхимика Я и тогда еще Не могу убивать его Пацан очень сильно Переармлетел Там Запотел Так сказать Под руками Красавчик Все равно Молодец Гоу Дефолтные варды Хотя бы Дефолтные варды На топе парень Нету Еще секунд 15 Не будет ульты Да блин Ну вот эти ТПшки Конченые Ребят Ну за руинили Мувы За руинили Мувы Тиммейтер Боже Просто я не знаю У меня других Слов нет Ребята Заруинили Мувы Просто Ну тут Два раза Надо убивать А Маны Нету Пацана Да Мне Вижен Надо Чтобы Первым Гастовать Ладно Он нарез Хочет Разводиться А У него Реса Нет Лол Печально Ну такое Тиммейтер Подзаруинили Мув на Алхимика Он бы там Стопроцентно Был наш Но парнише Везет Просто Везет Что Челы Берут Банально Делают ТПшки Против Даггера Но не Понимают Химик Тут Молодец Хорошо Супер Так Но они На Бот Ами Го Я По Страте Так Сказать 85 83 Страта 83 На 85 Так Сказать Пушаем Пушаем Т2 На Т1 Есть Глиф Хорошо Делаем Вид Мосс Уже Бежит Напрягает Уже Бежит Напрягает Уже Бежит Напрягает Пацан Там Слишком Много Уже Там Армлет Так Атак Не Убиваю Даже С Сандером Я его Не Убью Уже На Фармил Парень Все Что Нужно Го На Минде Т2 Т2 На Миде Он Сплит Пуш Изи Играет Просто Его Поймать Никто Не Может Я Когда Стопроцентно Иду В Стопроцентную Поимку Тиммейт Руинят Тиммейт Руинят Тиммейт Руинят Такую Поимку Манта Есть Можно Поесть Там Только Октарина Сейчас Не Хватает Будет Октарин Это Будет Без Конца Без Конца Вот Эти Файты Печалька Но Ничего Терпим Терпим Нужны Файты Командные Командные Файты Нужны Войда Я Все честно Побаиваюсь Тем Что у него Все же Как-никак Воид Есть Воид Это Серьезный Персонаж Манка Ну и Фарм Лего Манту Долго Очень Тут Нету Файтов Не вижу Ни Снайпера Никого То есть Я пытаюсь Как-то Тоже Нестандартно Муваться Он Шард Купил Отличная Руна Хорошо Лох Команда Команда У тебя Хорошая Дурачок Ты просто Не понимаешь Мозгов Нету К сожалению Ох Команда Пишет Вдвоем Тут Не убьем Его Нет Вдвоем Тут 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 Трое Да Да Покликай Покликай Брат Покликай Понимаешь Сейчас бы Такие купола Оставить Купол Хороший Просто сейчас Не поддержал Свена Да Типа Некоторые Дурачки Которые Не понимают Будут Осуждать А я вам Скажу Что я сделал Все правильно Потому что Я бы Там Тоже Надо Уйти Надо Уйти Вот опять Я хочу Сделать Хорошему В Какой-то И Путш Идет Руинит Так Ребят Ну Алхимик У нас Забирает Аегис Молодец Теперь Овер Сложно Будет Потому что Там Леорик Плюс Алхимик Дэмэджа У меня Не хватит Так И так Убивать Его Но Тут Будем Пересобираться Сейчас Возможно Тут Оверфит Идет Они Просто Будут Собираться Идти Надо Взять ТП Сейчас Пока Мы Тут И Сплетить Ну Как Вы Любите Под Накатка Походу Будет Под Накатка Походу Как Вы Любите Убивать Химик ДД На руну Уходи Дай Тауэр Спокойно Забрать На миде Фармить Спокойно ДД Не вижу Смысла Мне Делать Туда ТП Ладно Говорили Просто Соло Пацан Идет И ломает Надо Убивать Что Делать Хорошо Успеет Интересно Блин Сделать Если Не Успевает Я Махаюсь ХП Найс ГГ А нахрена Я ХП Махался Извините Так сказать Фулл ХП На фулл ХП Понимаю Дурачок На здесь Наши тоже Раки Да Есть такое Между прочим Наши тоже Раки Сказал Хускар Сколько там У тебя 5 на 4 4 Рапиры могу Купить Но это Вот уже Такое Мнее Сразу Тини Мнее Боже Какие же Мрази Фу Аж Блевать Хочется Ой 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 Так Бывает Жизнь Я могу Только так Сделать Крит И отражение Жалко Что отразил Ладно Печальненько Химик пошел Просто Ну я не знаю Он тут в принципе И прав Но и не прав Ему нужно было Подождать Он же Он очень мобильный Химик А его темей Ты соответственно Просто за ним Не успели Мне кажется Тут как-то так Я на Б Я на Б И го За варнем Надо варть Тут Орба Выложим С мака С мака Тпшка Поехала С мака Тпшка Химик Тоже Он Он Видно Что он Хорошо Играет Это Видно Тут Просто Команда Но он Может Он Я бы Соло На Алхимике Так Выиграл Хотя У него В принципе 1-3 По Кда Было Но То Как он Ормлетом Типа Вязает Типа Скорее Всего Что Что-то Он Все Все Соображает Так Ну Там Топ Зашли Слушайте Там Химик Сейчас Тп Сделал Да Химик Ворвался Там Минус 2 Будет Я Просил Ребят Уйти Но Сейчас Будет Кликанье Знаете На Кого Знаете На Кого Сейчас Кликанье Будет Сейчас Кликать Будет На Меня Безбожно Кликать Друг На Друг И Типа Тир Акви Нет Тир Акви А я Профессиональ Би Сюда Нет Че Вижен Я Че Понимаю Я Тут Убру Я Тут Умру Кто Знал Что Там Есть Детекшн Я Не Посмотрел Мать Ваш Начинается Потеем ПБ Нет Смысла Нажимать Нету Формы Скади От Скади Мне Тут Толку Не Будет Что Другое Надо Скади Даст Мне Жир Да Мать Ваще Мать Ваще Путш Насобирал Фрагов Когда Здесь На Размене Я Умер Теперь Можно Писать Мать Ваша Логика Дурочка Понимаю Вроде Полезная Айтем Но В то же Время Не Полезная Снайпера Никогда Не Вижу Снайпера В игре Вообще Единственный Персонаж Который Кормушка Просто Изи Изи Кормушка Есть Вард Ракви Боже Как же От этого Чата Сбливать Хочется Бум Пишет Неправильно Неправильно Широку На широку На Идем По топу Холкаем Линию Оба Хорошо Опять Там Файтинге Пошли Тп Надо Вязать Алхимик Там На Т2 Алхимик Знает Тут Как Играть Уж Не Добиваю Крипов Дал Дал Ушел Тп Есть Я Очень Долго Иду Тп В ГД Побегу Внаглую Тп Делает Сколбы Сейчас Будет Файт Жри Его Рожь Настоящего Жри Мета Есть Весик Пайбэк Это Хорошо Пайбэк Это Хорошо Не Не Отойти Отойти Когда Он Прыгнет Туда Пойдем Я Залагал Понял Что-то Виджу Все Остановилось Ой Пуч Сейчас Будет Кликать Мы Виноваты Так Нельзя Играть Сейчас Просто Одна Ошибка Можем Проиграть Приз Они Этого Не Понимают Мать Ващи Мать Ващи Не Играет Вместе Конечно Наши Мамы Вместе Не Играет Дурачок Так Ну Идут По Амиду Я По Низ Бель Есть Тп Есть Тп Если Что Тп Зелаю Завязай Тут Манту Всю Хрень Мать Ващи Найди Настоящего Слушайте Это Размена Сторонами Походу Да Размена Сторонами Там Войт Еще Живой Надо Быстренько Разбирать И уходить Все Иллюзии Погибли Зря Ты на меня Прыгаешь Конечно Мне кажется Ой Ой Плох Надо Забирать И уходить Боже Заряженный Велхимик Вон он Шестислотовый Печалька Я даже Лотар Не успел Нажать Так Ну Почти Есть Скайди Мит Они Нам Не зашли Химик Молодец Очень Жестко Отигрывает Понимаешь Что Нужно Не успел Облотар Уйти Не успел На перифарме Просто Отыгрывает На перифарме Отыгрывает А я понял Почему так быстро Я не ожидал По таймингу Что он будет Еще колбу давать Потому что У него там Экторин Просто Не ожидал По таймингу Намного быстрее ЖКД Точняк Не учел Но айтемы Не проследил Называется Просто Ошибка Ошибка В микроконтроле Не проследил По айтемам Это настоящий Нет Лол Я думал Настоящий Он так еще Быстро бежал Схайд Мини Мап Сигнал Все равно работает Да Я не знаю Как пишется Команды Вот эти клики Боже Что за клики Так Домклик Точка Ру Продаем Есть Надо этого пацана Убивать Слишком много Себе позволяет Много Себе позволяет Он может Сейчас на развороте В принципе Прыгнуть И у меня Убить Тут Вообще Ничего не стоит Вообще Ничего не стоит Это Войда Я могу Без блинка Убить В принципе Снайпера Химика Я не потяну Много Слотов Слишком Много Слотов Даже Скади Мне не поможет У меня Очень слабые Слоты Ну я Не на Роумил Можно 11 Ассистов Это Очень Много Можно Сказать Очень Плохо Так Стоп Вот так Рапиру Будет Делать Слушайте Ну если Он мне Рапиру Отдаст Это Овер Хорошо Правда МКБ Будет Перекрывать Эту Тему Объяснил 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 Гоу Гоу Все Будет На Меде Сейчас Будет Хорошо Это Иллюзия Блин Я Не знаю Тинни Побежал Рошу Не Нароша Переда Возьми Бот Лучше Было бы Блин Смысл Печаль Химик Молодец Просто Четыре Мешка Тащит За собой Просто Четыре Мешка Надо Заварбиться Я тут В роли Саппорта Походу В роли Саппорта На Сироплей Вардов Нет Надо Варды Брать Против Химика Тем более Химик Шаристый Химик Молодец ГГ Тиня Тиня умирает Там Еще живой Прикольно Здесь По линии Пройду Сейчас Немного Алхимик Если успеет То только На next Пачку Пашку Сделать Надо Бежать Цепанули Что ли Они Иллюзию Поймают Все Иллюзии Собрали Так сказать Вообще Снайперы Просто Он Настоящий Они Отхаги Очень Сильно Могут Тут Химика Нужно Ловить Они Так Чтобы Чисто Внаглую Ити Пуш По-другому У нас Не получится Хороший Купол Да Успевает Откинуть Но Успевая В туман Вами Зайти Хорошо Пушим Пацана Вот Это Хорошо Байбэк Опять Не устал Байбэк Отца Много Демоджа Влили Там Верка Все Поумирали Просто Пушим Я ботом Спушу Пока Все Найс Минус Две стороны Это Хорошо Даром Две башки Ты куда Ты куда Тинни Ты куда Дуражка Сейчас На ботом Будет Тпшка Толхимик Мкб Надо Ребят Чтобы Химик Пробивать Как Да Почти Есть Так Ну Ботом Он Спушит Я Бегу Он Будет Блин Хаут Делать Боже Больно Хорош Забашил Серьезно А че ты Ааа Блин А где кнопки Его Боже Он меня Забашил Найс Забашил Ну я бы Махнулся ХП Забашился Просто Я уже Просто Нажал Аа Взорвался Убивайте Это Настоящий ГГ О если Он подсейвит Сейчас Хорош Хорош Ничего Нет Боже Свен Без Варкрая Если Сейчас Тинни Умрет Это ГГ Они Спушат Убей Ты его Уйди На даггере Сейчас Кушать Будет Кушать Будет А Тинни Недалеко Не Поддержит ГГ Уйдите Так Ну Сейчас Будем Файтиться Хуск Нет Тут Вон Кура Летает Хускар Ходит Ладно Минус Бот Но Химик Просто Тащит Я не знаю Ему Очень Сильно Везет То есть Вот тут Бо его Драка Еще Закончилась Вот тут Если бы Не Баш Если бы Не Баш Еще Драка Там Еще Закончилась Драка Бы Там Закончилась Еще Молодец Он Очень Очень Хорошо И Позиционируется Нормально Но тут Я не знаю Варды Есть У них Нет Я Стараюсь Как-то Можно Сказать Я Полусаб Что-ли Боже Ти Не Убить Не Можете Смотрите Что Делает Пацан Вторую сторону Ломает Молодец 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 Иду Я тут Ему Лицо Сломаю Сейчас Сломаю Тут У меня МКБ Хорошо На этом Его игра Закончилась Так сказать Я Внес Последнюю Последнюю Точку Поставил Точки Над И Хорошо Точки Над И Поставил Всех Гоу Просто В трон Сейчас Кого-нибудь Найду Сандера Сделаю Там Какому-нибудь Этого Можно Заходить Лотар Бежать Найду Воида Вот здесь Вот это Воид Должен быть Сандер Первый Пару Чик Г Ну Как-то Так Да Флох Пока Писал А зачем Писать Не чать Соседи Играй Ты же Играть Зашел Сносим Крипов Быстренько Хорошо Ну Химик Тут Молодец Но Тут Как бы В ЛГГ Все равно Химик Молодец Просто 1х9 Тянул их Свен Без Варкрая В моей Команде Осудите Его Ну В принципе Можно Сказать Такое Такая Своеобразная Игра Много Ошибок Вот На ошибках Как бы Игра Истроилась В принципе Сам геймплей Думаю Тут И так Понять О Сентревард 60 штук Спасибо Божечки Купол Оставь Свои Волшебные Купол 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 Я хочу Рефлекшн Дай Пожалуйста Пожалуйста Оп Пусть Тебя Убьет Дамин Убила Ну В общем Вот такие Катки Ребят Но Эта игра Такая Более Менее Очень Много Ошибок Было Химик Пытался Затащить Своих Четырых Дурачков Но Тут Как бы Не дали Тини Что-то Делаю Смотрите Что делает Леорик Что делает Леорик Проказник Ну В общем Че Путш Настилил Вначале Тут Повезло Я не доиграл На свои ошибки Так сказать Плюс Ну Зато Писал Мать Ваши Там Как он писал Я сейчас умру Походу Но Не хочу Видеть Что я умирал Вот Поэтому Как бы Ребята Вот такая Вот игра Химик Пытался Химика Не получился Но Химик Молодец Очень Хорошо Отыграл И Вот Вторая Игра Вот Такого Плана Можно Сказать Мувы Вот эти Расходы Сплитовые Где-то Были Ишипки Где-то Нет Ну Я не знаю Не знаю В общем Вот так Вот Все Все Ребят Понравилось Ставь лайк Не понравилось Не ставь Все Давайте